И солью. Я вижу, что многие после крещения живут небрежнее, не крестившись, и даже не имеют никакого признака христианской жизни. Потому-то ни на торжещи, ни в церкви, не скоро различишь, кто верующий и кто неверующий. Разве только при совершении таинств можешь увидеть, что одни бывают высылаемы, а другие остаются в храме. То есть в первой христианской церкви было так, что кто не крещеный или на отлучении всей, то выходили из храма, когда начиналась литургия верных. У нас литургия состоит из трех частей. Первая часть – это проскомидия. Для вас она невидима, это священнослужитель совершает в алтаре, когда приготавливает агнец, чтобы потом присуществление тела Господа нашего Иисуса Христа. Когда вынимает частички из проса, поминая о здравии живых и усопших. Вторая часть – это литургия оглашенных, когда все присутствуют на литургии. Третья часть – литургия верных. Остаются только одни верные, остальные все выходят. Тогда, говорит, можно различить, ну а сегодня это не различишь. Все стоим и верные, и неверные. Между тем, следовало бы отличаться не по месту, а по нраву. Достоинства внешние обыкновенно познаются по внешним признакам. А наши достоинства надо распознавать по душе. Верующий должен быть виден не только по дару, но и по новой жизни. Верующий должен быть светильником для мира и солью. А если ты самому себе не светишь, не предотвращаешь собственной гнилости, то почему нам узнать тебя? Потому ли, что ты погружался в священные воды? То есть, что принял крещение, только поэтому узнавай, что ты верный. Но это может довести тебя до наказания. Величие почести для нежелающих жить сообразно этой почести, увеличивает казнь. Верующий должен блистать не тем одним, что получил от Бога, но и тем, что ему, собственно, принадлежит. Надо мне, чтобы он по всему был виден. И по поступе, и по взору, и по виду, и по голосу. Говорю об этом для того, чтобы нам наблюдать благоприличие не для показа, а для пользы тех, кто смотрит на нас. А теперь, с которой стороны, не стараюсь распознать тебя. Везде нахожу тебя в противоположном состоянии. То есть, смотрю, говорит, вроде вы стоите, христиане, а не вижу, говорит, ни почему, что вы показываете лицо Христа. Хочу ли заключить о тебе по месту? Вижу тебя на конских христалищах, на зрелищах. Вижу, что ты проводишь дни в беззакониях и худых скотбищах, на рынке, в сообществе с людьми развратными. Сегодня не надо никакие зрелища ходить, не в театры. У каждого в доме театра, да не по одному еще театру. Можешь сразу одновременно смотреть несколько театров, быть. Зрелищ разное может. Хочу ли заключить о тебе по виду твоего лица? Вижу, что ныне пристанно смеешься и рассеян, подобно развратной блуднице, у которой никогда не закрывается рот. Глупый, говорит, в смехе возвышает голос свой, а праведник едва тихо улыбнется. Стану ли судить о тебе по одежде? Вижу, что ты наряжен ничем не лучше комедианта. Стану ли судить о тебе по спутникам твоим? Вижу, что ты водишь за собою тунеядцев и листецов. А сегодня говорят, да не важно, как одеваешься, не важно, какой у тебя образ. А вот святитель Иоанн в этом употребляет, говорил о том, что это важно все. У христианина и одежда, и поступ, как идет, как разговариваешь. По поведению, говорит, можно было узнать, христианин ты или не христианин. Стану ли судить о тебе по словам, слышу, что ты не произносишь ничего здравого, дельного, полезного для нашей жизни. Буду ли судить о тебе по твоему столу? Здесь открывается еще более причин к осуждению. Итак, скажи мне, почему могу узнать, что ты верный, верный, когда все исчислено мною, уверяет в противном. И что, говорю, верный, даже человек ли ты, и того не могу узнать доподлинно. Когда легаешься, как осел, скачешь, как волк, ржешь на женщин, как конь, объедяешься, как медведь, утучняешь плоть, как лошак, злопамятен, как верблюд, хищен, как волк, сердит, как змея, язвителен, как скорпион, коварен, как лисица, хранишь в себе яд злобы, как аспид и ехидна, враждуешь на братьев, как лукавый дневе демон. Как могу счесть тебя человеком, не видев тебе признаков естества человеческого? Ища различия между оглашенным и верным, подвергаясь опасности, не найти различия между человеком и зверем. Как в самом деле назову тебя зверем? Ведь у каждого зверя какой-нибудь один из этих пороков. А ты, совокупив в себе все пороки, далеко превосходишь их своим неразумием. Назову ли тебя бесом? Но бес не служит мучительству срева, не любит денег. А когда в тебе больше пороков, нежели в зверях и бесах, скажи мне, как можно назвать тебя человеком? Если нельзя назвать тебя человеком, то как наименуем тебя верным? Аминь. Аминь. Ставьте стой. Спасибо. 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 Спасибо.